Наверное, более всего поразительно то, с какой, понимаете, с какой-то человеческой невероятной судьбой вы встретились, а в то же время мужество и эта человеческая мудрость ежедневного существования Анны Андреевны совершенно непостижимо даже для людей сильных. В этой старой, седой, очень больной женщине внутри скрывалось какое-то, вот опять получаются красивые слова, вы понимаете, сила и мужество народа. И теперь, опять открывая ее стихи, когда вы вдруг натыкаетесь на такие слова, как «час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет», это буквально так, это относится и ко всем, и к ней. И, конечно, тогда, когда она ходила живая и написала стихи, трудно было себе представить, что буквально сказано то, что и случилось. «Если зажмут мой измученный рот», дальше «Которым кричит стомиллионный народ». Но ведь это так было. Солженицын в те годы приходил ей поклониться и сказал это прямыми словами за поддержку пережить лагерь. А потом сюда же приходил Борис Леонидович в самые страшные дни своей жизни. Гости слушали Борис Леонидович Пастернака, который вот за этим окном от первой страницы до последней прочитал доктора Живаго. И здесь Анна Андреевна прочла ему, как бы это сказать, знаете, как на дуэли говорят, прочла ему в лицо стихи, которые кончаются словами «Раздай другим игрушку мира славу, иди домой и ничего не жди». Это странно, когда сюда приходят экскурсии. Это для меня очень странно. Но я прекрасно понимаю, почему они приходят. «Это подворотня. Ну, кому-то надо рассказывать, что отсюда они выходили. А для меня это совершенно реально, потому что на самом деле это все пока так, и я тут. И действительно из этой двери отсюда, вот, с мамой. Последний раз Анна Андреевна уезжала, как это называется, в подмосковный санаторий, где она умерла. Но это в рассказе совсем не то. И двор тоже. Ну, двор и двор. Теперь мне кажется, что в нем есть какое-то значение, а тогда ничего не казалось. Ну, такой типичный московский двор. Ведь это старый монастырь, перестроенный. Когда во время войны упала бомба, треснули верхние этажи. Надстроенные треснули, а монастырские остались. И как-то Анна Андреевна, увидев эти балки, которыми скреплен дом, сказала, странно, но этого дома ленинградская судьба. И все это, понимаете, все это нормальные секунды жизни. А сейчас это приобретает какой-то совсем, совсем иной смысл. Я знала ее совершенно замечательный дом, ее московский дом, ее пристанище и гнездо, где ей было очень-очень хорошо. Это дом Ардовых, Виктора Ефимовича Ардова и Нины Антонны, Ольшевской его жены, и его детей, замечательных детей. Все они были необыкновенно красивые люди. Необыкновенно красивые. Начиная с отца, и кончая и мамой, и все мальчики, и баталов совершенно прекрасных, с таким неповторимым обаянием. Вот. И Анна Андреевна там бывала очень-очень хорошо. И друзья там приходили. И какая-то особая сфера какой-то теплоты и нежности к ней, где я ни у кого больше такого отношения к ней не встречала. То есть все к ней, в общем-то, относились, кто ее знал, с большой любовью, нежностью, уважением. Но тут было что-то еще, какой-то, уже даже свой язык, свое понимание, свои какие-то тонкости общения, прелестный юмор, совершенно замечательный юмор у всех. И даже прибавляла к этому очень часто Раневская. Я помню, однажды она пришла и очень хвалила портрет Алексея Баталова, который он написал Анне Андреевне. Действительно прекрасный портрет. И можно просто удивляться, насколько это профессионально и художественно выполнено. Ну и я помню Феяна Георгиевна говорит, вот, но насколько же это лучше, чем у Сарьяна. У Сарьяна лирический поэт со всеми пуговицами. Ясно было, что уже вряд ли художник из меня получится. Уже я в армии был, уже играл в театре Красной Армии. Вот она сидела здесь по утрам, когда все уходили эти в школу, в братики. Виктор Ефимович еще спал, тишина такая. И здесь писался ее портрет. Ну, надо же наивно думать, что... Я сказал, Анна Андреевна, если я, что, Эктициана, что ли? Так вот это все началось с Анны Андреевны, которая сказала, «А почему вы меня не попробуете нарисовать?» Я говорю, что вы, Анна Андреевна, а почему? Ну, действительно, интересно. И если бы это не она, если бы она не проявляла интерес, так одним глазком она заглядывала, по-моему. Да-да-да, там что-нибудь такое. Ну, вроде, на следующий день я никогда не думал, что из этого что-нибудь получится. Да и вообще самое интересное было само это сидение, само это, так сказать, тишина и пребывание в мире искусства. Все-таки я сижу, краски-то есть, но что сделаешь? Конечно, это она заставила, конечно. Так вот теперь это понятно, и все, к сожалению, поздно понятно. Да не только на меня, на любого человека. Свидание с Анной Андреевной могло бы не произвести никакого общего, но просто смешно. Она действительно была слишком заметной, слишком сильной, слишком мужественной, слишком, понимаете, наполненный человек, для того, чтобы это так было. А нам поблизости, поскольку жила-то она в этой комнате. Валешиной комнате. Вот за стенку. Вот длина этой комнаты. Вот видите, от этой притолки, что я вошел, вот до этого. Вот вся длина. Ровно ложишься, от одной стенки голова, другой ноги. Как я топчан построил, так она на этом топчине, там кровать нельзя внести. Так она на нем и спала, и стол в другую место нельзя поставить. А там все, знаешь, как в камере, уже дальше ничего не войдешь. В этой комнате уже ничего того не осталось. Это можно только о размерах ее судить. О размерах вот этой комнаты, в которой Ахматова так много работала. В особенности в 50-е годы, когда она жила и зарабатывала переводами, каторжным совершенно трудом. Вот она сидела в этой комнате с утра и до 2-3 часов дня переводила, переводила, переводила.